Китайские блюда Китайские блюда Китайские блюда Тонкое говяжье филе Корень лотоса или ямс Древесные грибы Красные водоросли Уксус Черный молотый перец И другие приправы Прежде всего разделаем говядину Порубим ее на мелкие части Это тонкое филе Смотрите сколько тут сухожилий Вот так разрезаем Если мясо жесткое Поколотите его тыльной стороной ножа Тыльной стороной, да? Да Сухожилия порезать трудно Зато теперь мы можем без труда их извлечь Тыльной стороной ножа Сухожилия не перерезать Зато перебив мясо Мы размягчили волокна И теперь можем легко эти сухожилия удалить Верно Эх, знать бы мне об этом раньше Так реально проще Сколько лет я мучился? А ведь это действующий способ Кстати, можно ли измельчить мясо в кухонном комбайне? Можно, но потом все равно нужно удалить эти фассы Хотя в принципе современные комбайны Довольно хорошо измельчают мясо Измельчает-то измельчает, но вкус уже будет не тот Да, фарш становится как каша А мы ведь все-таки делаем тевтели Они не должны таять во рту, как каша Тевтели должны оставаться тевтелями Ваши зубы должны их чувствовать Итак, говядину измельчили Когда из этой массы мы слепим тевтели Нашим зубам придется поработать, чтобы ее переживать Теперь маринуем, да? Подождите, сначала корень лотоса О, я поторопился Сколько нам нужно? Хватит половины корневища Вот столько А какую роль он играет, этот корень? Современный ритм жизни очень напряженный и динамичный В этой связи человек бывает подвержен заболеваниям и переутомлению Корень лотоса как раз таки нормализует движение энергии ци в организме А говядина полезна для селезенки и желудка В корне лотоса много кальция и железа Он восполняет в организме энергию ци и кровь В целях профилактики ишемии и недостатка гемоглобина Следует добавлять в рацион продукты с высоким содержанием железа Такие как, например, корень лотоса Говядина и корень лотоса станут спасительным средством, если вы устали, переутомились, измотались и нуждаетесь в подзарядке Также говядина и корень лотоса верные союзники в борьбе за здоровье Правда? Да Врачи китайской традиционной медицины говорят, что за зиму наш организм накапливает много шлаков и сухости Корень лотоса как раз таки помогает очистить организм от них А говядина нормализует работу желудка и селезенки Вместе эти два продукта необычайно полезны Это сущая правда А еще корень лотоса улучшает аппетит Да, с корнем лотоса тевтели вкуснее Тут не поспоришь То, что надо Так, корень мы порезали О, просто соломкой, да? Да, но можно порезать еще мельче Не будет ли она плохо мешаться с мясом? Не волнуйтесь Вот, глядите, я выкладываю лотосовую соломку в мясо И перемешиваю Смотрите, она тут вся уже буквально раскрошилась Мешать нужно руками, верно? И лепить тевтели, смея, приположить нужно только при помощи рук Иначе они не примут форму Вы абсолютно правы Даже если вам не хочется марать руки, все равно придется это сделать Только так у вас получится вылепить кругленькие тевтели Верно, иначе вы просто не сможете слепить шарик Или они у вас разварятся в бульоне А что-нибудь еще в фарш нужно добавлять? Да, теперь мне нужен яичный белок Вот он у нас на готове Сколько? Всю чашку? Нет-нет, хватит половины Спасибо Мастер Сунь, вы говорите, если что, мы вам подадим Так, соль Хватит? Да, спасибо Что-то еще? Также мы можем добавить сюда усилитель вкуса или куриную приправу Давайте чуть-чуть Хорошо Щепотка куриные приправы И кунжутное масло Вот оно Одну чайную ложечку Смотрите, каким глянцевым и ароматным стал фарш Такого результата можно достичь только если работать руками Однако мешать нужно в одном направлении Чтобы тефтели не потеряли своей эластичности Тут вы еще приготовили и красные водоросли И древесные грибы И еще куча всего Это все куда? Это для бульона А, вот оно как, понятно Горячий наваристый бульон на основе многообразных ингредиентов Очень полезен для пищеварительной системы Да, для кишечника и желудка Кстати, а чего в этот фарш мне добавили? Чего? Рисового вина А почему? Потому что рисовое вино может испортить вкус тефтелей Появится неприятный запах Только в говяжьи нельзя или в любой фарш для тефтелей нельзя? В любой мясной фарш для тефтелей рисовое вино добавлять нельзя Наконец, еще раз перемешав фарш, добавляем разведенный крахмал Я подам вам Просто захватите его немного рукой Столько достаточно? Вполне, многое не надо Раньше ведь в мясные тефтели крахмал вообще не клали Когда я узнал об этом от своего учителя Больше я крахмал в фарш не добавлял А почему вы решили его добавить сегодня? Как-то раз я попробовал добавить крахмал и обнаружил, что с ним вкус получается нежнее А без него более грубым, что ли? О, все ясно Крахмал способен творить чудеса Прежде чем варить тефтели, сперва нужно создать им защитную пленку Эту роль как раз и играет крахмал Добавьте небольшое количество крахмала, чтобы сделать мясо более нежным Итак, фарш готов, начинаем делать тефтели Прежде давайте поставим воду Вода, замечу, не должна сильно кипеть А почему? Если бросить тефтели в кипящую воду, то их наружный слой тут же закупорится Сердцевинку будет сложно проварить, это во-первых А во-вторых, от этого может помутнеть бульон Я помню, у меня однажды целая кастрюля бульона помутнела Конечно А почему так? Потому что в кипящей воде сразу происходит свертывание белка Смотрите, примерно в такую воду можно опускать тефтели Кипеть не должно, да? Пора лепить тефтели Это тоже целое умение Вот как это делается Несколько раз покрутить в ладони и подцепить шарик кончиками пальцев Да вы фокусник! Спасибо Пожалуй, про воду все верно было сказано Как быстро тефтельки всплыли Сварились, значит Бывает, что тефтели всплывают Но на ощупь они еще мягкие Это значит, что внутри они еще не проварились Поэтому пусть еще поварятся, пока вода не закипит Сегодня я вас научил, что рисовое вино в фарш добавлять нельзя Однако его можно добавить в этот бульон И при этом вкус тефтели нисколько не испортится Так как вместе с винным спиртом При кипении заодно испарится весь неприятный запах Если вы добавите рисовое вино в фарш То спирт не сможет испариться Он растворится внутри, что сильно испортит вкус тефтелей Их будет невозможно есть То есть рисовое вино все-таки можно Но только в бульон А можно ли по цвету определить, что они сварились? Да, если они побелели, значит готовы Так, понятно То есть уже можно выкладывать А что с другими ингредиентами делать? Подождите, я сперва выложу тефтели, а остальное мы тоже ошпарим А, это ведь водоросли, да? Да, это красные водоросли и древесные грибы А почему именно они? Эти продукты очищают кишечник и вообще очень полезны Я знаю, что в водорослях содержатся йод и разные микроэлементы Слегка приправим черным молотым перцем И, пожалуй, все Только теперь нужна какая-нибудь чаша Как вам вот это? Как раз приготовил для вас Как говорится, красивая посуда – залог удачного обеда Водоросли и древесные грибы выкладываем прямо сюда Далее мы берем заготовленный заранее куриный бульон И выливаем в сковороду Выливаем Бульона у нас не так много, поэтому мы дольем в него простой воды и еще раз сварим Будет легкий куриный аромат Если бы это был чистый куриный бульон, вот бы запах стоял, а? Не то слово Теперь надо его приправить Давайте Сначала соль Не жалеем Соль – это основа основ Да, соли должно быть достаточно, не жалейте Это, как вы правильно сказали, основа вкуса Можно даже взять ложечку и снять пробу на соль Так Далее добавляем черный молотый перец Пошел перец Немало, однако Что вкуснее было Придадим блюду таким образом кисловато-острый вкус Для этого молотого перчика сыпем побольше А еще нужен уксус, да? Да, уксус, добавляем уксус Поливаем им водоросли и древесные грибы Смотрите, вот так И добавляем Яйцо, нарезанное соломкой Затем Имбирную соломку И луковую соломку Пока все Кинза потом? Да Только под самый конец Чтобы не размякло Заливать горячим бульоном ее нельзя Хотя, если готовите для себя, то можно Просто помните об этом Так по рецепту А тефтели когда? Они уже остыли, поэтому мы их перекладываем в куриный бульон Опять их поварим Осталось добавить последнюю, самую важную вещь Какую? Кунжутное масло Просто польем им сверху Ага А дальше что? А теперь переливаем сюда бульон с тефтелями Замечательно И украшаем сверху кинзой Какая красота А как аппетитно пахнет Вот тефтели из говядины с корнем лотоса и готовы Загляденье Господин Дун, понюхайте Правда, блюдо сейчас еще горячее, чтобы пробовать Пахнет уксусом и перцем Традиционное шандунское блюдо Надо же, как точно вы определили Аромат очень тонкий Это блюдо и полезное, и питательное Верно И не такое уж оно и сложное А еще и вкусное Точно Сочетание всех этих ингредиентов Делает блюдо не только приятным на вкус Но еще и очень полезным Правда, мои руки уже устали его держать Давайте тогда уже есть С радостью поддерживаю Дорогие телезрители, будем с нетерпением ждать Ваши отзывы о передаче До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok